Здравствуйте! Вы слушаете «Вести Магнитогорск» на маяке в студии Антон Грабарев. «В Магнитогорске временно изменён порядок записей к врачам в детских поликлиниках по техническим причинам, независимым от персонала подразделений», сообщает Центр охраны материнства и детства. Временно происходят сбои в записи пациентов к участковым врачам и узким специалистам в детских поликлиниках через портал государственных услуг. Рекомендуем записываться к врачам детских поликлиник по телефонам колл-центров, по телефонам регистратуры или при личном общении с помощью портала talon-draft74.ru. В Магнитогорских трамваях развивают бесконтактную систему оплаты проезда. Она работает на четырёх маршрутах. Первые эксперименты с валидаторами начались ещё несколько лет назад. Всё это время на предприятии отслеживали пассажиры поток вагона, где были установлены специальные терминалы. Бесконтактная система показала себя эффективно, поэтому было решено на четырёх трамвайных маршрутах, а это номер 2, 6, 9 и 10, запустить 22 вагона с валидаторами. Пассажиры могут ими воспользоваться, если имеют для оплаты проезда социальную карту жителя Магнитогорска, банковскую или транспортную карты. Также можно оплатить проезд с помощью смартфона. Если у пассажира нет возможности оплатить проезд бесконтактным способом, то он может подойти к вагоновожатому на остановке. Учащиеся при условии, что у них есть проездной, также могут пользоваться валидатором, который будет считывать запрограммированную по тарифу сумму, то есть 15 рублей. Однако, если родитель захочет оплатить проезд своего ребёнка с помощью банковской карты, то бесконтактная система спишет полную сумму, так как у валидатора нет возможности распознавать, за ребёнка оплачивается проезд или за взрослого. На валидаторах сохраняются все льготы, в том числе и пересадка в течение часа. Также аппарат показывает пассажиру, какое количество поездок осталось. В горбольнице номер 2 появился робот. Экзоскелет – автоматическая конструкция, которая восстанавливает утраченные или усиливает имеющиеся функции тела. Дублирует работу опорно-двигательного аппарата, рассчитывает усилия и безопасность движения. Это российская разработка для реабилитации людей с ограниченными возможностями. Робот предназначен для пациентов с двигательными нарушениями функций ног из-за травм, операций, заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной системы. Оборудование медики получили по областной программе реабилитации в конце прошлого года, ввели в эксплуатацию, прошли обучение. Экзоскелет состоит из прочного каркаса и приводов, которые отвечают за перемещение. Пациентам очень важно как можно раньше вернуться в вертикальное положение, чтобы повысить вероятность скорого выздоровления. На автомобилистов Магнитогорска составили почти две тысячи протоколов за нарушение правил парковки. О работе районных административных комиссий в Магнитогорске на аппаратном совещании в мэрии рассказала глава Орженикидзевского района Анна Степанова. В районных подразделениях Магнитогорска действуют три административные комиссии. В их состав входят сотрудники райадминистрации, городского управления охраны окружающей среды и экологического контроля, а также полицейские. В их внимание соблюдение правил благоустройства Магнитогорска. В прошлом году комиссии рассмотрели почти три тысячи дел. Чаще всего нарушения были связаны с парковкой автомобилей на газонах и детских площадках. Это 1817 протоколов. Кроме того, за сброс мусора в неположенных местах составили 319 протоколов, за торговлю на улице 267 протоколов. Следственное управление ОМВД России по Магнитогорску объявляет прием на службу в органы внутренних дел. Для работы требуются граждане возрасте до 40 лет, имеющие высшее юридическое образование. Гражданин, претендующий на вакантную должность в органы внутренних дел, должен быть гражданином Российской Федерации и не иметь судимость. На собеседование лично приглашают в следственное управление ОМВД России по Магнитогорску ежедневно с 9 до 17.30 по адресу. Строителей 11, кабинет 425. Более подробную информацию можно получить по телефону 29-88-63. В воскресенье магнитогорцы отметят Всемирный день снега традиционным конкурсом снежных фигур. Праздник начинается в 13 часов в экологическом парке. Гаражан приглашают присоединиться к мероприятию. Организаторы подготовили увлекательную программу. Здесь будут и спортивные состязания, и выступления творческих коллективов, и многое другое. Также пройдет конкурс снежных фигур «Галерея снега». Тема «Союзмультфильм». Перед участниками стоит интересная задача. Необходимо изготовить из снежного куба фигуру в соответствии с заданной темой, а также творчески представить скульптуру в стихотворной форме. Сотрудники национального парка «Зигальги» готовятся к переписи лесного населения. Сотрудники затирают тропы, чтобы потом посчитать оставленные лесными обитателями следы. Ежегодная процедура проводится для того, чтобы понять, как изменилась численность лесного населения. Посчитать предстоит лосей, кабанов, косуль, балков, лисиц, енотовидных собак, рысий, белок, зайцев-беляков, куниц, горностаев, американских норок, глухарей и рябчиков. В прошлый раз на «Зигальге» насчитали 600 белок, 150 зайцев, 100 лосей, 14 косуль, 32 куницы и 6 волков. И о погоде. Сегодня в Магнитогорске 10-15 градусов мороза, переменный ветер 1-2 метра в секунду, атмосферное давление высокое – 741 миллиметр артутного столба. С вами была программа «Вести Магнитогорск». Хорошего дня!